дорогие друзья всем привет с вами снова я Денис Хагов магазин транспорта UCSAILE и сегодня у нас на обзоре будет именно сравнение двух моноколес это extreme bull commander high torque и extreme bull commander high speed сравнение двух этих колес думаю тоже вам было бы интересно послушать два колеса я протестил на нашей трассе картинговой трассе и да хотелось бы начать с того что первое да визуально эти колеса никак не отличает разница настройки контроллера и разница в мотор колесе c30 магниты c38 магниты а также из физиологических разниц была только в том что c30 колесо немножко легче там где-то в районе на пол килограмма может чуть больше в общем это из коробки со всеми подушками 35 килограмм этот почти 36 килограмм с всеми подушки насколько я сейчас помню с брызговиком все так вот как есть стоки поэтому там даже чуть больше чем пол килограмма разница именно в самой самом весе мотора ну на мой взгляд и тогда от при таком весе до почти там килограмм это на мой взгляд это весомый аргумент то есть весомая информация которую я хотел с вами поделиться вот это колесо моё доработанное уже педальки новые поставил такие крутые модные тоже командора, но это уже optional парсы, педальки действительно очень неплохие, мне они нравятся. По размерам они такие же, как и эти оригинальные, только эти литые, а эти уже нормальные, фрезованные, и можно регулировать угол наклона, стоят нормальные, хорошие шипы, то есть вот, ну, могли бы сразу постараться сделать так, но нет, так изначально они не сделали, поэтому, да, кто хочет, еще плюс 200 евро, и вот вам счастье, да, иметь такие педали. Вот, самая главная, да, наверное, информация, обзор тоже будет достаточно коротким, потому что, ну, только говорю, будем разговаривать только конкретно о моих ощущениях, что я вот заметил, тестирую эти два колеса. Также вот еще в обзоре Абрамса проскочила вот эта вот короткая тоже, короткая часть именно по тому, как разница идет по мощности, я еще раз повторю это видео. Вы видите отличие по мощности именно вот из этого видео, да, насколько все-таки хай торк с места разгоняется сильнее и не так сильно продавливается, как хай спид. Хай спид мне достаточно легко продавить, если я сильно своим весом его дерну или упрусь в коленке, все-таки мой вес 100 кг позволяет мне это сделать достаточно легко, то в этом плане вы теперь понимаете, почему я себе выбрал хай торк, потому что, говорю, что мне его с места продавить намного, намного тяжелее, я себя чувствую намного безопаснее, если мне нужно срочно где-то выдать мощность, я знаю, что это колесо всегда мне сможет эту мощность дать. Перед вами здесь мое колесо хай торк версии, перед здесь у нас хай спид версия. Так, в общем, возвращаясь, что я почувствовал, когда я стал кататься на картинговой трассе на этих двух колесах. Хай торк, да, как и предполагается, да, он имеет больше, да, именно больше подрыва снизу, с низов, да, то есть я прям уверен всегда за то, как вот, ну, что если я на него давлю, то оно едет. И здесь, конечно же, так хотелось бы отметить именно и само торможение, то есть на хай торге торможение очень ярко выражено, то есть я буквально, мне только стоит чуть-чуть подумать над тем, чтобы это колесо затормозить. Моментально выдается эта мощность, то есть я прям как чувствую, как оно прям вот, ну, цепляется, как оно прям схватывает этот тормоз такой, то есть, ну, и мне прям вот, ну, в этом плане, конечно, да, это вот, ну, разница, опять же, хай торг и хай спид очень ощутима. То есть вот именно даже я бы сказал больше, что даже не только разница из-за того, что у меня вес, да, такой большой, но я думаю, что разница для всех райдеров была бы ощутима именно на торможении больше, чем на разгоне. Разгоняются, да, если не давить, то есть вот если вот так уже совсем носом в пол не давить, разгоняются, они как бы поначалу очень похожи, да. Ну, может быть, хай торг чуть-чуть отзывчивее с нуля, но когда ты начинаешь его надавливать, ты уже понимаешь, что это колесо прям сейчас продавится, а это колесо дальше может разгоняться. И интересный момент, то, что я заметил, вот, да, о чем хотел поговорить, это именно то, что, а здесь опять же, да, ну, вот, как сказать, что вот, ну, вот эти бы два колеса, да, просто вместе сложить, и получилось бы что-то среднее, наверное, это был бы оптимальный вариант для и той, и той категории райдеров. Но вот есть их два, получается так, что и то, и то колесо, как бы, ну, вот оно, хай торга, да, мне хватает, как бы, вот, да, мне нравится, мне хватает за то, что вот такая вот мощность, да, что он подхватывает. Но, когда я сейчас проехал на хайспиде по этой трассе, то, понимаете, разница получается такая, что этот валит до 20 км в час, да, прям вот, то есть у него вот эта вот подрывная вся его мощь, да, она прям вот до 20, там, она неоспорима вообще никак, вот, то есть она, говорю, реально очень круто разгоняется. Но, когда я поехал на хайспиде, то вот за 20 км в час, ну, вот, прямо вот я чувствую, что прирост, как будто мощности даже начинается больше, то есть, ну, после 20 км в час, даже как будто бы и у этого, прям, я вот прямо чувствую, как этот мотор начинает раскручиваться и как он эту мощность прям начинает выдавать, и оно прям так подрывает. Ты вроде бы как бы лежишь на нем одинаково, то есть, ну, одинаковый угол ему задал, наклона, но ты прям чувствуешь, как оно начинает прям разгоняться, ускоряться, уже за 30 переваривать, 35, и оно прям начинает дальше и дальше идти, прям такое, я же говорю, аж улыбка такая на лице. То, вот, в хайторге, я вот, ну, говорю, много, много их тестировал, да, то есть, одно, второе, одно, второе, одно, второе, пытался все вот разобраться, то, говорю, в хайторге, ну, не замечается такого, то есть, оно реально уже после 30 оно идет так более линейно, то есть, все, вот оно сначала бах, такой как взрыв, и все, и прям вот уже я чувствую, что уже там к 30 приближаюсь, я его давлю, оно едет, хорошо едет, но я уже не чувствую такого прилива энергии, понимаете, а здесь я его чувствую, прям, как оно начинает разгоняться, и прям вот, даже вот говорю, если оперировать скоростями, грубо говоря, 40-50, там, километров в час, да, даже, наверное, 35-50 километров в час, 35-55, ну, где-то в этом диапазоне, ребят, то, блямба, ну, хайспид лучше едет, но в этом диапазоне хайспид мне как-то лучше едет, он приятнее, то есть, он прямо вот его давишь, и он идет, но, говорю, да, с торможением, вот, если надо с той же скоростью тормозиться, то хайторг прям намного лучше, и вот, говорю, вот такое вот ее замешательство, и мне даже тут сложно сказать, говорю, я бы хотел, что-то, говорю, что-то вот, что-то среднее, вот такой вот веселый, как здесь, да, после вот там 30-25-30, но такой же мощное торможение, как здесь, но я понимаю, наверное, это невозможно сделать при теперешних технологиях, или, возможно, но очень дорого, и там на это есть какие-то определенные другие причины, почему это не происходит. Поэтому, ребята, говорю, что заканчивая этот обзор, наверное, все-таки, говорю, вот я хотел бы все-таки, наверное, подытожить так, что если все-таки, да, если объективно и честно, да, если вы не наваливаете конкретно по лесам, если вы конкретно не 100 с лишним килограммовый, да, такой, как я, который тоже хочет наваливать там постоянно, иметь максимальный разгон и максимальное торможение, то все-таки, ну, опять же, ну, стоит склоняться к тому, что хайспид, он лучше, то есть он лучше на больших скоростях, говорится, вам надо ехать на дальнюю дистанцию, и его поведение на этих скоростях, оно лучше, чем поведение того же хайторга, и я вот так тоже сейчас, ну, думаю, да, то есть, ну, опять же, говорю, вот с места лучше, но, блин, на скорости это себя ведет лучше, чем вот хайторг, но вот не знаю, ну, уже оставил себе хайторг, покатаясь на хайторге, да, то есть, но говорю, что вот хайспид, он тоже очень имеет место быть, а если говорю, что, честно, если вы, то есть, не самый, говорю, там, экстрим райдер, который прям все время, говорю, в пол, с каждой перекрестка в пол, и если у вас вес там 70-80 килограмм, но говорю, что хайспид имеет больше смысла для вас, конкретно говорю, хайторг выигрывает только для тяжеловесов, и хайторг выигрывает для тех, кто хочет, именно говорю, все время использует максимальную динамику ускорения с нуля и торможения в ноль, да, то тут выигрывает хайторг, хайспид выигрывает по скорости, я думаю, что так как оно еще и легче, почти на один килограмм, то еще, наверное, оно будет и по экономичности выигрывать, я так предполагаю, что этот мотор будет выигрывать еще и в плане экономии батарейки, пробег у него будет дольше, не могу протестить, но погода не позволяет, но я предполагаю, что так оно и будет, поэтому делайте выводы, ребята, делайте выводы, если все-таки вам нравится такой продукт, и вы ищете что-то похожее вот на рынке с огромной батарейкой, и действительно стоит выбор, говорю, выбрать хайспид или хайторг, я вам все сказал, да я вам сказал свои ощущения, объяснил более-менее свою позицию, дальше, как говорится, выбор за вами, так что все, вот такой вот короткий обзор, с вами был я, Денис Хагов, UCSale, ребята, пока-пока. Снова я, Денис Хагов, магазин транспорт. Фух, блять, это будет тяжело, это будет тяжело, все, не смейся, не смейся, все, подумать о чем-нибудь очень таком грустном в жизни, грустно-грустно, грустно, ну что-нибудь грустное, Аброноса, грустно, все, грустно-аброноса, все, дорогие друзья, всем привет, все, я не смогу это сделать. Продолжение следует...